На минувшей неделе мы много обсуждали вопросы автомобильного нейминга, и вот почему. Самая статусная новинка прошедшей семидневки, обновленная Audi A8, обзавелась роскошной версией под собственным именем Хёрх. Первую электрическую Toyota вообще нарекли тремя буквами и одной цифрой. BZ4X. Как вам такое? И мы даже разузнали, что это абракадабра значит. Мерседесовский SL, сменив поколение, тоже переименовался. Это больше не Mercedes-Benz, а Mercedes-AMG, чему есть своё объяснение. В финале сменим тему, предъявив целую подборку новостей об автобусах. От того, кто стал автобусом года, до большого скандала, эхо которого дошло до России и самой Германии. Audi обновила флагманскую модель A8, которая, кстати, теперь не просто модель, а целое семейство. От дореформенной машины новинку легче всего опознать по оформлению передка, ведь фары изменили форму и содержание. На смену светодиодной матрицы пришли подвижные микрозеркала, способные менять форму светового пучка. Задние фонари обзавелись начинкой из органических светодиодов, что умеет включать предельную яркость, если другой участник движения подъедет сзади слишком близко. Кстати, при заказе машины нужно выбрать один из двух вариантов рисунка. В салоне минимум новшеств, разве что для задних пассажиров предложены новые дисплеи медиасистемы, плюс матричные плафоны освещения. Другая опциональная история – пакет декора S-Line, чтобы представительский седан внешне напоминал 600-сильную Audi S8. Отдельно можно заказать расширенный хромированный декор или черный пакет. Единственная техническая обновка касается подзаряжаемого гибрида. Так, пиковая мощность силовой установки, построенной вокруг трехлитровой шестерки, выросла на полтора десятка сил. Остальные версии – прежние. Все они имеют восьмиступенчатый автомат, постоянный полный привод и мягко-гибридную надстройку. В базе стоит пневмоподвеска, но за доплату есть активный вариант и полноуправляемое шасси. Увы, но обновление не принесло долгожданного мотора W12, а давно обещанный автопилот третьего уровня пока остался несбыточной мечтой. Что касается семейственности, отныне восьмерка состоит из упомянутой S8 и сразу трех вариаций по длине. Стандартный, удлиненный и теперь вдобавок сверхдлинный. Если Mercedes-Benz использует для роскошной версии своего S-класса суббренд Maybach, то Audi решила вспомнить марку Hörg. Сам бренд Hörg почил почти столетия назад, а теперь под забытым именем решено именовать растянутую версию длиннобазной A8. Топовый седан помогут опознать оригинальные 20-дюймовые колеса, фирменная решетка радиатора, богатый хромированный декор, плюс хорошо заметные логотипы Hörg на задних дверях и ступицах колес. Главная особенность интерьера в конструктиве задней части. Там есть раздельные кресла, массивный центральный тоннель, охлаждаемые подстаканники и небольшой тачскрин медиасистемы. Пока готов лишь трехлитровый вариант, но только потому, что первыми возрожденный Hörg распробуют китайцы. А там, как известно, выгодно владеть малокубатурными машинами, таковы тамошние законы. Ждать ли новинку всем остальным? Есть шансы, что да, ведь успех Мерседеса и Майбаха явно кружит голову маркетологам Ауди. В самом начале своей истории мерседесовская аббревиатура SL означала «сверхлегкий». С годами былая легкость растерялась, и в последние десятилетия вместо спортивного снаряда публика получала комфортабельную машину для большого туризма. Как вдруг немцы опять решили сделать SL проворным и бодрым. Правда, с легкостью снова вышла промашка. Абсолютно новое поколение R232 весит без малого две тонны, что на полтора центнера больше предшественника. Хотя этому есть объяснение. Первая — возросшая длина. Вторая — четырехместный салон. Третья — полный привод. Четвертая — полноуправляемые шасси. И, наконец, пятая — обилие электроники и сервоприводов. И как при таком конструктиве было схуднуть? А ведь инженеры AMG, создавшие модель, старались убрать лишние килограммы. В основе машины лежит алюминиевый пространственный каркас, на который навешаны наружные панели. Плюс жесткая крыша уступила место мягкому верху. Поднять или сложить тканевый верх можно за 15 секунд, но этим никого не удивишь. А вот активная аэродинамика — штука любопытная. У этой двухдверки из крышки багажника выезжает спойлер, а из-под переднего бампера — сплиттер. Плюсом идёт хитрейшая система жалюзи, что может отдельно прикрывать нижнюю и верхнюю решётки радиатора. И даже страшно представить, как вся эта машинерия, включая выдвижные ручки дверей, будет работать годков этак через 15. Но отбросим лирику. Ведь физика — это бензиновый битурбомотор V8 от дачи 500 или 600 сил. Обоим помогает девятиступенчатая коробка, что представляет собой классический автомат, где место гидротрансформатора заняло мокрое сцепление. Совершенно новое шасси — это пятерычажные подвески, собранные на прогрессивных пружинах и адаптивных амортизаторах. Правда, у более мощной версии вместо стабилизаторов имеется хитрая гидросистема. Обе машины тратят на разгон до сотни порядка 4 секунд, а их максималка составляет плюс-минус 300 км в час. При таких данных не простить двухтонную массу просто невозможно. В общем, свежайший SL хорош во всем, включая дизайн. Но разве что цена хромает. Немецкая пресса пишет, что стоить новинка будет под полторы сотни тысяч евро. А что делать? Инновации нынче дороги. Этой весной Lexus обновил бизнес-седан ES. Правда, снаружи распознать послереформенную версию смогут лишь истинные фанаты марки. Она отличается свежим рисунком решетки, да немного подретушированной оптикой. Разбирая ретушь интерьера, можно подметить, что экран медиасистемы выехал немного вперед, сместив ниже дефлектора вентиляции. А все потому, что дисплей стал сенсорным, и в прежнем положении водитель до него не дотянулся бы. Под капотом свои новшества. Двухлитровый атмосферник сдался более современному аналогу такого же объема. Мощность осталась прежней, но максимальный крутящий момент немного подрос. Вместо шестиступенчатого автомата отныне установлен вариатор. Также некоторые доработки коснулись ходовой части. Модернизированные амортизаторы должны уменьшить раскачку, а жесткие распорки задней подвески добавить стабильности при резких перестроениях. Перекалиброванный усилитель тормозов гарантирует более прогнозируемое усилие на педали. Кстати, сама педаль обзавелась более надежным креплением и крупной накладкой. Вроде мелочи, но правильные. Для драйверского исполнения F-Sport впервые предложен специальный пакет, что включает адаптивные амортизаторы и дополнительные режимы ездовой электроники. Наконец, седан обзавелся улучшенной версией комплекса безопасности Lexus Safety System Plus. С ценами вышла прелюбопытнейшая история. В августе, анонсируя начало поставок, Lexus хотел было просить за седан 3 миллиона 400 тысяч рублей. Но буквально через пару дней после релиза скостил цену на добрую сотню тысяч. А зря. Сейчас, когда продажам дали официальный старт, выяснилось, что ЕС будет стоить 3,5 миллиона. Что же, автомобили сейчас дрожают, и японский премиум не стал исключением. Следующая новость от другой японской марки Nissan. Компания сообщает, что американский завод начал выпуск кроссоверов в Pathfinder для российского рынка. Для России приготовлены 4 комплектации. Притом база включает 7 аирбэгов, трехзонный климат, хорошую медиасистему, плюс обогрев лобового стекла. Мотор, на радость экономам, немного дефорсировали, но 9-ступенчатый автомат и полный привод остались неизменными. Продажи стартуют после нового года, но, скорее всего, завернувшийся пафик придется отстегнуть под 4 миллиона рублей. Альфард, Камри, Супра и Ленд Кроузер. Тойота всегда старалась давать своим моделям внятные имена. А самыми сложными конструкциями были, пожалуй, CHR до RAV4. Но тут появился он. Первый электромобиль марки, который нарекли BZ4X. Приставку BZ будет иметь каждый представитель будущего семейства. Она расшифровывается как Beyond Zero, то бишь за пределами нуля. Четверка говорит, что появятся модели и побольше, и поменьше этой. А X подразумевает кроссовер. Внешность паркетника под стать названию дерзкая и необычная, чего стоят только матовые черные вставки над колесными арками и в передних крыльях. Да ты ли это, скромница Тойота? А эти выштамповки боковин? Стиву Матину такие понравятся. Под замысловатым кузовом упрятана батарейная платформа ETNGA. Главная фишка которой – рулевой механизм без механической связи между колесами и штурвалом. Именно штурвалом. Вместо привычного круглого руля здесь стоит этакий крендель. Впрочем, рулевое управление по проводам – это платная опция, а вот виртуальный кокпит, многоэтажная центральная консоль и огромный тачскрин медиасистемы дополнительной оплаты не требуют. Притом мультимедийка имеет развитое управление голосом. А ещё внутри – простор да благодать, вдобавок подкреплённые совершенно ровным полом. Что, кстати, было ожидаемо – по наружным габаритам новинка напоминает вышеупомянутый RAV4, однако имеет гораздо более крупную колёсную базу. По агрегатам пройдёмся коротко. Базовой версии положены передний привод и один электромотор, а у полноприводной машины моторов два. Батарея – одна единственная ёмкость и чуть больше 70 кВт-часов. Кстати, скроить трансмиссию 4х4 помогла Subaru, инженеры которой также принимали участие и в доводке шасси. А значит, есть шанс, что батарейная Toyota удивит азартной ездой и приличной проходимостью. Японцы пока стесняются раскрыть дальность хода, но сообщают, что электрокар способен одолеть порядка 500 км. Притом накапливать заряд поможет огромная солнечная панель, которую можно поставить на крышу за доплату. Выпускать кроссоверы Toyota BZ-4X будут на двух заводах в Китае и Японии, но продавать хотят буквально по всему миру. Первые продажи стартуют через полгода, и чем вольтампер не шутят, модель могут привезти и в Россию. А почему нет? Ведь покупая новенький крузак, на сдачу можно взять такую вот игрушку. Не для себя, конечно, а для своей супруги. Эпоха электрической мобильности для общественного транспорта начинается со скандала. Крупные города Германии приостанавливают эксплуатацию электробусов. Первым запрет ввели власти Штутгарта, где подзарядка Мерседеса и Цитаро через мачту пантографа спровоцировала грандиозный пожар. Огнем оказалось уничтожено здание депо, а также 25 единиц техники, включая раритетные автобусы О-307 и О-322. Двое сотрудников автобусного парка серьезно отравились угарным газом, но, к счастью, выжили. А чтобы окончательно потушить возгорание, пришлось привлечь больше 200 человек и потратить несколько дней. В Штутгарде, Мюнхене и Дюссельдорфе аккумуляторные машины также перестали выходить на маршруты. В Ганновере введены усиленные меры безопасности, так как недавно огонь уничтожил сразу 7 городских лайнеров. К слову, у мэрии Дюссельдорфа свои мотивы остановить эксплуатацию электрического транспорта. В этом городе весной сгорели 38 машин. Причина происшествия неизвестна, но сотрудники парка считают виновником пожара именно электрички. Для справки, в Москве сейчас работают 800 электробусов, из соцсетей мы знаем, что в последнее время горели 3 батарейных КАМАЗа. Но пока инциденты заканчивались относительно благополучно, так что техника продолжает эксплуатироваться. Между тем оценить плюсы и минусы электробусов решил Белгород. Там вскоре начнется тестовая эксплуатация аккумуляторного КАМАЗа. Близнец московских электробусов будет подзаряжаться через мачту Пантограф, для чего на базе местной транспортной компании уже смонтирована зарядная станция. Эксперимент продлится ровно 3 месяца. За это время будет собрана информация об эффективности машины, так что вопрос поставок пока открыт. Сам КАМАЗ сейчас вовсю готовит новое поколение электробусов. По собственной информации телеканала Автоплюс, новинку представят публике и перевозчикам буквально через несколько месяцев, весной или летом 2022 года. Это будет большой низкопольный городской автобус, изначально спроектированный как батарейная машина. Такой подход обеспечит оптимальное расположение аккумуляторов и электрохозяйства. Нынешние электробусы представляют собой конверсию дизельных версий, а потому имеют несколько серьезных минусов. Это недостаточная жесткость кузовов, избыточная масса и наличие дизельного отопителя. В новом поколении электрический КАМАЗ будет избавлен от всех этих недостатков. Премия Автобус года существует вот уже больше 30 лет, но учитывая, что действительно новые пассажирские машины появляются редко, конкурс проходит по такому принципу. По четным годам жюри награждают городские модели, а по нечетным – междугородние. В этом сезоне 22 эксперта выбирали лучший магистральник. Им оказалась юбилейная спецверсия Неоплана Ситилайнер. Машину похвалили за экономичность, динамику, рентабельность, безопасность, комфорт и прежде всего – за вневременной дизайн. Сам Ситилайнер предназначен для длительных междугородних маршрутов. Как уверяет марка Неоплан, главным образом модель заточена под сложные маршруты с резкими уклонами и коварными поворотами. К слову, в этом году семейство Ситилайнер празднует 50-летие. По случаю юбилея немецкий производитель выпустил богато оснащенное исполнение своего флагмана. Собственно, именно его признали автобусом года.